Инженеры нынче в цене. Сегодня более 40 работ представят старшие ученики. Это обучающиеся от 14 до 18 лет. Россия остается без любви. Я с собой с пругой познакомился на соревнованиях по волейболу. Думаю, мне все-таки придется выходить из своей зоны комфорта, выходить в люди, знакомиться с людьми в реальной жизни. Book crossing. Что за модное слово? Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Камиля Галякберва. Студенты КФУ заняли призовые места на конкурсе научных работ имени Николая Лобачевского. Участники открытого конкурса научных работ студентов имени Лобачевского проходили заочный этап и образовательную программу. Далее защищали свои работы в очном формате. Всего от студентов Казанского университета на конкурс было подано более 100 заявок. Ребята завоевали призовые места в различных номинациях. В Инженерном институте Казанского федерального университета стартовала 17-я Республиканская Олимпиада Кулибины 21 века. Подробнее о ежегодном состязании юных изобретателей расскажет моя коллега Адалина Абдрахманова. В Инженерном институте Казанского федерального университета стартовала 17-я Республиканская Олимпиада юных изобретателей Кулибины 21 века. Ежегодно она проводится на базе Казанского университета при поддержке Республиканского совета общества изобретателей-рационализаторов Республики Татарстан. Совместно мы проводим эту Олимпиаду школьников Кулибины 21 века. Вот уже на протяжении 15 лет идет данная Олимпиада. Единственное, у нас был перерывчик в саму пандемию, а так ежегодно от 100 до 75 детских работ, начиная с 1 класса по 11. Это вообще для университета какая-то основная нам работа с одаренными детьми. Это основная задача университета для того, чтобы их привлекать как абитуриентов к нам на учебу и так далее. Конечно, эту работу приходят начинать уже с малых классов, значит, уже с 6-7 классов мы уже начинаем привлекать и в дальнейшем они уже идут к нам. Но это не только к нам идут, конечно, они увлекаются техникой и могут идти в любые технические вузы. Олимпиада была поделена на несколько секций. Это волонтерские проекты, промышленные технологии, экология, умный мир и медицина. Каждый участник готовил свой проект по одному из выбранных направлений. Помимо этого, школьникам нужно было представить макет своего проекта, а также презентовать его членам жюри. Естественно, сложность разработки. Если это программированный робот, значит, именно средопрограммированный учитывается. Насколько сложность решения задач инженерных построена именно в работе. Естественно, командная работа. И как ребята уже выступают. Потому что в каждом проекте где-то 70% это выступление. Сегодня более 40 работ представят старшие ученики. Это обучающиеся от 14 до 17 лет. Результаты будут известны сегодня же. То есть у нас очная защита. По итогам очной защиты у нас судейская коллегия будет проставлять баллы. По итогам совещания сразу же будут известны, конечно же, победители, призеры. Представить свои работы приехали школьники со всей республики. Ребята отмечают, что создание своего проекта занятие интересное и полезное. Будущее поколение инженеров уже сейчас создает уникальные разработки, которые в будущем можно будет реализовать в студенческом стартапе. Я уже участвовал в этой олимпиаде, по итогам которой я поехал на конференцию в Госдуму в Москву. И в этом году решил попробовать еще раз. Сегодня я представляю биоэнергетический комплекс «Феникс». Это установка, которая позволит отапливать помещения работникам разных ферм и экспедиций, используя возобновляемые источники энергии. Так как я уже давно являюсь активным волонтером, мне захотелось рассказать об этом, сделать некий проект о достижениях и результатах моей родной гимназии, о тех волонтерских достижениях, которые мы достигли. Победители и призеры Олимпиады Кулибины 21 века отправятся в столицу России для участия в конференции «Юные техники-изобретатели», которая проводится при поддержке Государственной Думы Российской Федерации. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Популярная площадка для онлайн-знакомств покидает российских пользователей. Речь о Тиндере. Он будет доступен до 30 июня. Как это повлияет на граждан, разбиралась Маргарита Михайлова. Речь о Тиндере. Письма на случайный адрес. Сейчас знакомства вышли на совершенно новый уровень. Нынешнее поколение идет на онлайн-платформы не столько для того, чтобы обрести родственную душу, сколько для того, чтобы разбавить серые будни и организовать себе незабываемые приключения. Причем желание испытать испанский стыд возникает у пользователей сезонно. Каждые три месяца у меня появляется ощущение, что у меня так грустно и одиноко, так хочется тепла и ласки. Я захожу на Тиндер, но каждый раз я попадаю в одну и ту же передрягу. Это кринжовые свидания, где мне попадаются очень странные экземпляры мужчин, которые говорят о себе в третьем лице. В топ-приложение для онлайн-знакомств входит Мамба, Тиндер и бот Леонардо Дайвинчик. И хотя спрос на них с каждым днем растет, накануне стало известно, что американская компания Match Group вместе со своим приложением Тиндер покидает российских пользователей. Стоит отметить, что сервис на протяжении долгих лет лидировал в различных рейтингах. Так, в 2021 году он обогнал другие приложения по показателю уровня расходов пользователей. Теперь, когда Тиндер объявил о своем уходе, кажется, пришло время искать альтернативы, переходить на другие сервисы или, к примеру, знакомиться с людьми вживую. Я считаю, что самое хорошее знакомство – это общение с спортивной деятельностью, на соревнованиях, выступления. Там очень много спортсменов друг друга знакомятся. Во-первых, они здоровый образ жизни ведут, и из-за этого здоровое поколение растет. Я не пользуюсь приложениями для знакомств, потому что я вообще не люблю знакомиться в интернете. Для меня это как-то странно, что ты не знаешь человека, и он тебя зовет гулять, другой какой-то вообще маньяк и так далее. Поэтому я предпочитаю знакомство вживую, в компании знакомиться, либо через друзей как-то. С одной стороны, знакомство в интернете вроде как облегчает весь процесс, расширяет возможности в плане знакомства с людьми из других городов или даже стран. С другой может стать источником серьезного риска. Замазкой интернет знакомого может казаться совершенно другой человек. Эксперты призывают серьезнее относиться к вопросам безопасности. Если раньше казалось, что мошенничество через сайты знакомств – история, на которую никто и никогда не клюнет, сейчас всем совершенно ясно, что шутить с этим опасно. В ловушку может угодить кто угодно. Самый яркий тому пример – история афериста из Тиндера Саймона Ливаева. Напомним, мошенник из Израиля обманом выудил из своих жертв более 10 миллионов долларов. Очень часто соцсети дают возможность позиционировать некий образ себя, не показывая своего нутра, живого. То есть это опять же дает возможность взять паузу, например, изменить свой возраст, изменить свою внешность. То есть дать ту информацию, которая выгодно продаваема, то есть сделать ее более продажной. Человек принимает такое решение, потому что, возможно, он не увидит в себе, возможно, он стесняется своего возраста уже. Интересно, что в процессе общения в социальных сетях и на специальных платформах каждый человек вырабатывает для себя стратегию. Переход в реальный мир поначалу может вызвать некоторые сложности, и для адаптации необходимо время. Поэтому наша команда отобрала лучшие рекомендации по знакомству вживую. Скажу так, чем более странный будет первый вопрос какой-то, тем больше шансов зацепить человека. Войти в его зону комфорта, разрушить все границы и, например, потрогать его бровь. Какую-нибудь хорошую помощь оказать. Короче, когда вы ходите на физру, там рядом есть и женская раздевалка. Он придумал такую вещь. Там рядом есть столы, где игра пинг-понг. Вы берете этот белый мячик и как бы невзначай кидаете прямо в женскую раздевалку. И потом, ой, простите, мой мячик туда закатился, сам закатываешься в раздевалку. А потом сам, ну, он не рассказывал подробностей, что там происходило дальше. Но я больше этого друга, конечно, не видел. Искать любовь в интернете или в реальной жизни – выбор, который каждому необходимо сделать самостоятельно. Конечно, как и в любом жизненном явлении, тут не обойдется без взлетов и падений. Ну а как иначе? Заветный мэч – награда, которую найдет лишь тот, кто не сдается. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Книги на полках Научной библиотеки Казанского федерального университета снова пополняются. О том, чему посвящен новый буккроссинг, расскажет Амир Ахтямов. Научная библиотека Казанского федерального университета вновь обновляет свои полки новыми книгами для буккроссинга. Буккроссинг – это раздача книг, хобби, действующие по принципу социальных сетей и флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, парке, кафе, библиотеке. Для того, чтобы другой случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Наш тематический буккроссинг посвящен татарской литературе, классикам и современникам. На выставке представлены книги как классиков и современных татарских писателей. Габдулуту Кая, Гумер Баширова, Розиль Валеева, Фатыха Хусни. Конечная цель буккроссеров глобально – превратить мир в огромную бесплатную библиотеку. Но это совершенно не означает, что книги исчезнут из наших книжных шкафов. Есть издания, с которыми читатель не расстанется никогда. Я считаю, что все книги достойны внимания. Как я уже сказала, и Габдулой такой, как наш основоположник современного татарского литературного языка, так и современные писатели. Нельзя не упомянуть, что тематика буккроссинг обновляется регулярно. Поэтому у студентов всегда есть возможность получить новые знания и незабываемые эмоции. Инициаторами этого проекта являются сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского при поддержке руководства Казанского федерального университета. Амира Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok